Приветствую вас. Как мой коллега, на мой взгляд, совершенно справедливо заметил, дело здесь не в том, что правильно или неправильно вы увидели или вскрыли, как вы говорите, программу, а дело здесь немножечко в другом, в том, конкретно, что вы с этим будете делать. Вообще, то, что вы описываете, может быть и правдой, может быть нет, но важно понимать, что за этими вещами, вот, кроется одно, ваша ответственность. Когда-то в прошлом что-то было, безусловно, это имеет определенное значение, но важно понимать, что ваша ответственность, ваша ответственность и ваш личный конфликт с бабушкой, вашими родителями не связан напрямую. Да, они на него влияют, это правда. Да, в какой-то степени, может быть, именно благодаря им, этот конфликт у вас появится и имеет место. Но конфликт этот схожий именно ваш. И вам нужен этот конфликт решаться непонятно, а не апеллировать к бабушке, маме и т.д. Например, что увидел я в этой истории. Я увидел то, что у вас высокие требования к себе, как раз таки, как у бабушки и у мамы, и высокие требования к мужчине. А из-за чего вроде бы вы ищете сильного мужчину, на которого вроде как можно было бы опереться. Но по факту получается, что любого сильного мужчины выправляются. Любого мужчину, точнее, выправляются. Почему? Потому что сильный мужчина, это угроза вам. Нужно будет расслабиться тогда и ему доверять. А доверять вам сложно. Потому что вы себе себя недостаточно, как мне кажется, чувствуете. Что такое недостаточно чувствовать себя? Это не позволяет своим чувствам быть там, где они, например, хотят быть. Например, быть слабой, быть нежной, быть благодарной, быть ранимой. И если этого хочется быть расстроенной и грустной, этого все вы, вероятно, себе не позволяете. Моя идея заключается в том, что здесь не столько у бабушки дело, сколько дело именно в том, что вы сами к себе невнимательны. Когда, например, когда, когда, если вы уровень своей внимательности к себе повысите, например, например, в результате психотерапии, будете лучше себя чувствовать. Лучше будете замечать свои эмоции, свои переживания, свои желания. Научитесь не требовать от себя вещей, которые там, ну, грубо говоря, вам не совсем соответствуют. Да? Ну вот. То есть научитесь от себя не требовать от себя, а позволять себе ошибаться, позволять себе быть неидеальным, вот, позволять другим людям вокруг себя быть неидеальными тоже. И вот тогда у вас появится реальный шанс эту ситуацию изменить. Ведь если вы посмотрите на историю вашей семьи, то это будет, на мой взгляд, история людей, людей, которые тотально себя обесценивают. И вы эту линию продолжаете. Эту линию невнимательности к себе, это линию, вот, игнорирование своих потребностей и непринятия этого непроживания этого. А теперь подумайте вот что. Вы? Реально? Можете начать менять? Реально, но как на это, на ваши изменения, отреагируют ваши близкие. Вот, на что вам я бы рекомендую обратить внимание, как отреагирует бабушка, мама, если вы заявите, например, о том, что хотите быть свободны, хотите, точнее не хотите, зависит больше от нереалистичных требований к себе. Как они на это, проагируют. И готовы ли вы к тому, как они на это, проагируют? Мне кажется, что это будет больно, ведь мама может быть вас ещё и сможет плюс-минус понять, но бабушка, скорее всего, нет. И насколько вы привязаны к своей маме и бабушке? Насколько вы сами хотите меняться? Кстати, обратите внимание, ещё один важный нюанс заключается в том, что вы спрашиваете про правильность раскрытия программы, но вы не выражаете желание меняться, не выражаете желание интересоваться собой, вы этого не выражаете. И невольно возникает вопрос, какая у вас цель? Понятно, что вы верно вскрыли программу, да, возможно, вы вскрыли её верно, а может быть и нет. Но, как это поможет вам? На мой взгляд, пока никак. Поможет вам готовность меняться, готовность интересоваться вашей жизнью, готовность привносить в неё что-то новое, новый опыт. Но вместе с тем, ваша готовность к боли. Потому что, чем чувствительнее вы будете становиться, тем больнее вам будет. И на самом деле, помощь психолога и близких людей, чтобы поддержать вас в эти моменты, чтобы научить вас обращаться с Богом. И конструктивно, экологично для себя её прошивать. Ну и для других, конечно, тоже. Если как-то суммировать то, что я сказал, точнее, подводить некоторые итоги, то я бы сказал следующее. Что всё дело в требованиях, которые вы транслируете себе и окружающим людям. Это уже подкрепляется чувством вины, данью, долгом, отношением к удовольствиям, к чему-то ещё. Но, как бы вот, функционально мы говорим именно про требования. Неадекватные, жёсткие, догматичные, нереалистичные требования, которые мысли последуют. И уже далее мы говорим о вине, которая возникает каждый раз, когда вам, например, приходит в голову мысль о том, чтобы от этих требований отказаться. И вы начинаете, как мне видится, убегать. Вы пытаетесь убежать от этого. И в частности, то место, куда вы бежите, на мой взгляд, на мой взгляд, является вот эта самая программа. Программу вы видели, вы ушли туда интеллектом. Вот, интеллект у вас работает очень неплохо. И, вроде бы, выполняете какую-то работу. Может быть, даже маме своей помочь хотите. Может быть, есть надежда, что и бабушке сможете помочь. Но вам бы сначала научиться заботиться о себе и о ребёнке. Я мужчине, который может находиться рядом с вами. На что? В первую очередь, вам, мне кажется, нужно обратить своё внимание. Конечно, хорошо, что вы узнали историю своего рода, историю своей семьи. Вы молодец. Некоторые специалисты, коллеги, я думаю, сказали бы вам много хвалебных слов за то, что вы сделали. Тут нужно понимать, что психотерапевтических школ не одна и не две и даже не десять. И я со своей стороны говорю обо им, что мне кажется верным. Расскаждаю их как гуманистический психолог, как гестарт психолог, с точки зрения гестарт психотерапии. Я придерживаюсь такой позиции. Понятно, что вы можете считать по-другому и, например, решите работать в русле транзакционного анализа. Вряд ли кто-то вам будет что-то говорить. Но если вам моя позиция показалась близкой и тронула вас, откликнула вас, то было бы здорово, если бы вы пошли в это дальше, чтобы вы открыли себя своими чувствами и начали бы жить. Понятно, что, например, транзактный анализ делает, в принципе, то же самое. Другой анализ поможет вам высвободить своего внутреннего ребёнка. Только с, на мой взгляд, острой привязки к родителям. Гестарт подход здесь действует одновременно более, может быть, изолированным, но в то же время более комплексным. Но это зависит исключительно от того, откликнув ли вам или нет, то, что я сказал. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что дал вам тысячи для размышлений. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я надеюсь, что вам это позволит начать вам работу над собой. Ну, позволит, поможет, поможет вам начать работу над собой. Хочу пожелать вам удачи. Всего пожелать вам всего самого доброго. И надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Всего вам самого доброго.